Для того, чтобы и в новом году Абрао-Дюрсо развивался теми же темпами, что и в 2017-м, оставался таким же комфортным для проживания местных жителей и по-прежнему был привлекателен для сотен тысяч туристов, в первом полугодии 2018-го внимание властей прежде всего было уделено вопросам благоустройства поселка. На благоустройство сельского округа было выделено 550 тысяч рублей из депутатских средств, 29,5 миллионов рублей из средств Абрао-Дюрсо и 2,6 миллиона из средств городского бюджета. За полугодия было выполнено 5 улиц бетонирования методом народной стройки. Это в селе Большие хутора улица Майска 79 кубов, Абрао-Дюрсо-Новороссийска 50 кубов, улица Свободы-Дюрсо 72 кубов, хутор Камчатка-Короленко 205 кубов, хутор Дюсо-Крыморская 174 кубов. Итого общий объем израсходованного бетона составил 580 кубов. По итогам первого полугодия 2018-го жилищно-коммунальная сфера заняла первое место или 51% от количества всех поступивших от жителей Новороссийского района обращений. Для решения насущных вопросов селян в этой отрасли за отчетный период освоено более 46 миллионов рублей или 40% от годовых бюджетных назначений. Продолжили работу по инженерному обустройству в сфере газификации. Наконец-то сдали газопровод, газопровод на землях молоко, так называемый массив застройки. Это позволит почти 400 участкам жилищного строительства пригороде Гайдука получить газификацию. Гарантированно сейчас эта работа уже ведется жителями. Сами жители уже ведут газификацию от газопровода, который мы провели. Продолжили работы по водообеспечению. Все сельские водозаборы находятся под вниманием опыта канала. Сделана замена оборудования. Там, где требуется ремонт, очистка, промывка. И уже потихонечку мы готовимся к осенне-зимнему периоду. Второе место по количеству обращений в сельскую и районную администрации занимают социальные вопросы. Благодаря тесному взаимодействию исполнительной власти и депутатского корпуса, в том числе и представителей законодательного собрания Краснодарского края, оперативно решаются и эти проблемы. Если считать по Абрау, мы выполнили все запланированные работы, те, которые средства были из депутатского фонда выделены. Они уже полностью освоены и по детскому садику, и по школе, и по ремонту дорог. Но сегодня мы запустили уже в работу клуб по месту жительства в больших хуторах, что это отрадно для людей, для детей, которые сегодня на каникулах. Поэтому здесь у нас есть еще проблемные вопросы с этим Домом культуры, которым мы с вами находимся. Здесь течет кровля, есть проблемы с фундаментом. Поэтому, я думаю, сейчас с главой мы встретимся и обговорим эти вопросы. Есть еще вопросы по благоустройству дорог, водоснабжения, канализация, самые очистные сооружения. То есть есть еще много вопросов, которые нужно решать, но они решаются в рабочем порядке. И я хочу отметить, что администрация города слышит, понимает, и мы сегодня вместе с администрацией планируем работы по годам, что мы будем делать в данном населенном пункте. Если говорить о жизнедеятельности Новороссийского района в целом, то вопросы, которые волнуют селян сегодня, ничем не отличаются от проблем городских жителей. И здесь и там люди хотят жить в комфортных условиях, ходить по благоустроенным чистым улицам, учиться и получать медицинскую помощь в отремонтированных кабинетах и зданиях. И все же у Новороссийского района есть одно существенное отличие перед городом. Именно здесь сосредоточены все предприятия сельскохозяйственной отрасли, крестьянско-фермерские хозяйства. За первое полугодие объем продукции сельского хозяйства всех товаропроизводителей района составил 1 миллиард 100 миллионов рублей, или 120 процентов к уровню 2017 года. Также в текущем году значительный прирост произошел в производстве овощей, как закрытого, так и открытого рунта. Валовый сбор овощей в первом полугодии в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 112,5 процентов. Рост данного показателя обусловлен увеличением количества нововозведенных теплиц под выращивание овощей закрытого рунта. С начала года возведено 5 новых теплиц общей площадью более 2 гектаров. Подводя итоги встречи, Игорь Диченко поделился с жителями Новороссийского района планами развития города-героя. Сегодня бюджет Новороссийска социально ориентирован. На строительство школ, детских садов и спортивных объектов ремонт поликлиники и больниц направлен 71 процент местной казны. К 2020 году этот показатель, по словам главы города, должен вырасти до 75 процентов. Что делаем? Делаем, наверное, самые важные моменты. Мы начали строить школы. На 400 мест мы сдали уже в поселке Гайдук. На 1100 мест мы сегодня заканчиваем строительство. Еще полтора месяца благоустройство. Я сегодня буквально там был. Благоустройство осталось. Сама школа готова на 95 процентов. Мы ее сдадим в этом году. Но детки пойдут во втором полугоднии, это после зимних каникул, уже полноценно будут заниматься в этой прекрасной новой школе на 1100 метров 13 микрорайона. Два проекта, которые сегодня находятся уже в экспертизе и в октябре месяце мы их заберем, это еще две школы на 1100 мест в 15 микрорайоне и в 16 на 1550. Это будет самая большая школа в городе. Не менее амбициозные планы стоят перед городскими властями и по строительству детских садов. Новые дошкольные учреждения на 280 и 240 мест должны появиться в 13 микрорайоне и станице на Тухаевской. Также проводится работа по возвращению в муниципалитет проданных в 90-х годах зданий детских садов. Благодаря финансовой помощи крупных градообразующих предприятий возводятся новые спортивные объекты – лукодром, теннисный корт, оздоровительный центр «Надежда». Ставя перед собой задачи по развитию социальной сферы, власти города не забывают и о развитии других отраслей – ЖКХ, строительстве дорог, благоустройстве. Приоритет один – жизнь новороссийцев должна быть комфортной. А еще, не устает повторять Игорь Диченко, он и его команда всегда открыты для общения и диалога с населением. Я всегда говорю, кто боится общаться с людьми, значит, надо писать заявление и уходить. Мы здесь для того работаем, чтобы общаться именно с населением. Сегодня обращений очень много граждан у меня в моих аккаунтах и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграм. Каждый день приходят ко мне обращения. Поверьте, каждый день я их читаю, и я даю поручения на каждое обращение. Даю сутки на ответ. Да, бывают сбои, но именно на ответ. А решение вопроса, если это мусор или люк открытый, это, конечно, в течение нескольких часов надо решать. Есть вопросы, которые финансово емкие, понятные, долгие. Но ответ мы должны дать, мы должны услышать и должны эти вопросы делать. Все сразу мы не сделаем, но то, что мы обязаны делать и слышать каждого, это да. Завершился отчет представителей власти по итогам работы в первом полугодии 2018-го церемонии награждения активистов Новороссийского района за высокую организацию и проведение выборов президента России в марте этого года. Юлия Сапковская, Сергей Витько, Новая Россия.